Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнеры компании E-Markets. По традиции для вас сделаю недельный обзор рынков. Для тех, кто меня выйдет впервые, меня зовут Артем Звездин. Я делаю обзор рынков с точки зрения price-section, а также VSA-анализа. В торговле мы будем использовать с вами правильные уровни, которые выставляются по правильным ценам, ну и также правильное понимание рыночных процессов. Давайте начнем с вами с VTI, с нефти. Если помните, я говорил, что вниз как бы рынок еще не смотрится, поскольку мы имеем вот такое резкое движение вниз, которое, безусловно, свидетельствует о том, что рынок будет откатывать и устаканиваться. И здесь мы имеем важные ключевые области. Они размечены черными цветами, то есть мы находимся в рамках глобального-глобального такого огромного-огромного флета. На данный момент уровни, которые мы разметили, черт знает когда, они еще живы в рынке. И на данный момент мы отбились от середины данного крупного-крупного флета, от уровня 55-63 и дошли до верхней стороны. Если вы все-таки сидели, собственно говоря, на заборе, не делали поспешных решений в продаже, как я вам того советовал, и вы бы могли взять где-то покупки вот в этих областях. Но, тем не менее, на данный момент рынок устаканился. Сейчас он подошел к уровню 59-67, что, конечно же, указывает на то, что мы уже прошли, знаете, некий запас хода. Но обратите внимание, что здесь у нас поменялось. У нас поменялось немножечко некий контекст, да, контекст рынка. Во-первых, мало того, что мы пришли снизу, мы пришли достаточно резко. Более того, мы покрыли полностью все вот это падение, которое было сформировано фундаментальными параметрами. И в следующий момент у нас каждый последующий минимум становится все выше, выше, выше и выше. Это, безусловно, указывает на то, что в рынке у нас достаточно сильные покупатели, которые находятся, да, в этом рынке и которые, в принципе, могут захватить новые цены и пойти еще выше даже уровня 59-67. Поэтому наша стратегия на следующий день, на следующей неделе, прошу прощения, она примерно заключается в следующем. Мы ждем, собственно говоря, пробоя верхней величины 59-67. И если рынок будет откатывать в обратную сторону, здесь вы увидите замедление, поджатие, то есть снижение волатильности свечей, выйти хвосты, повышение здесь объема. Вы можете смело предпринять попытку для того, чтобы купить данный инструмент. Цель, которую вы можете взять, давайте мы с вами посмотрим, что у нас на 4-х часовых графиках. Следующую цель, которую вы можете, в принципе, взять, это уровень 60-79. До нее, в принципе, дойдем при условии пробоя 59-67. Сейчас я выделю это немножечко другим цветом, чтобы в этом банально не заблудиться и не увязнуть. Если мы говорим о продажах и рассматриваем такие продажи, то продажи здесь как бы тоже виднеются. При пробое уровня 59-05 и закрепление ниже, то есть при пробое вот этого уровня, я сейчас его выделю немного, тоже сделаю пунктиром, поскольку это не уровень, это просто, знаете, такая некая величина, до которой мы можем рассмотреть данный инструмент. Поскольку здесь у нас нужно понимать, что вот в этой, собственно говоря, ситуации у нас вот здесь могут находиться как крупные участники торгов, так и обычные трейдеры, которые могут, в принципе, выставить свои лимитные ордера на покупку данного инструмента, и в конечном итоге это падение, которое может случиться, да, у нас в понедельник, они могут его затормозить, могут его поглотить, и как следствие рынок сможет пойти дальше, выше, и здесь мы будем действовать с точки зрения бычьего сценария, про который рассказывал буквально минуту назад. Но если мы пробьем данную область, сделаем небольшой откатик в обратную сторону, то мы можем смело продать до ближайшего уровня 55-63, в принципе, до него, я думаю, вполне очень легко дойдем. Если смотреть на объемы, то, безусловно, здесь у нас, хотя у нас есть резкий всплеск по волатильности, если есть резкий всплеск по бычьим объемам, в то же самое время мы обращаем внимание, что у нас точно такой же всплеск происходит и по медвежьим объемам. Более того, мы видим, как у нас последующие бычьи объемы ослабели, и это все указывает на достаточно слабых медведей. Да, у нас в рынке есть крупный покупатель по данному инструменту, но локально у нас достаточно слабые медведи. Если сейчас они дадут слабину еще больше, то мы вполне будем откатывать до уровня 55-63, и такие глобальные покупки мы их немножечко, собственно говоря, отсрочим. Такие два прогноза, что касается VTI. Давайте перейдем к золоту. Напомню, коротко по золоту, я здесь предупреждал, чтобы вы ни в коем случае не продавали, поскольку внизу у нас находится крупный покупатель, мы его обозначили еще с вами недели 4 тому назад, я уже даже не помню когда. И я говорил вам, что вам нужно было дождаться повышения бычьих объемов и тогда заходить в покупку после некого ретеста. Здесь это и произошло. То есть у нас произошел ретест, и вот, вот что я имел в виду. У вас есть повышение, собственно говоря, бычьих объемов, и вот здесь вот где-нибудь, по сути дела, можно было заходить в любом месте, на самом деле, поскольку вы заходили в контексте, вы заходили в рынке. Вот здесь нужно было совершать сделку, собственно говоря, на покупку. Мы дошли до самой верхней цели 14.84. По правде говоря, я думал, что мы дойдем к ней через неделю, но вот смотрите, как мы дошли достаточно быстро. Ключевая цель у нас, как была, так и есть, это 14.76. Мы ее вполне пробили, дошли, зафиксировали, собственно говоря, там-то и профиты с этих, собственно говоря, величин, где вы могли совершать сделку на покупку. На данный момент в рынках у нас, к сожалению, формируется такое достаточно серьезное, на мой взгляд, и большой волатильный флет. Мне кажется, что вот уровень 14.58, он достаточно важный для этого инструмента. Более того, здесь еще есть уровень 14.54. Давайте я вам выделю тоже семейцветом. И эти три уровня, а именно 14.53, 14.67 и 14.76, это такие ключевые уровни, которые указывают на такой глобальный-глобальный флет, который здесь уже, в принципе, вырисовался. И вы можете торговать в рамках логики этого флета. Ну, здесь логика флетовая, она всегда, собственно говоря, однотипна. Подходим к нижней границе, ищем здесь сигналы на покупку, встаем в покупку. Подходим к верхней границе, ищем здесь сигналы на продажу, встаем в продажу. В общем, ничего нового касаемо торговли во флете, здесь рассказать нельзя. Более того, мы также видим здесь и появление такого флетового настроения и на объемах. Мы видим, что у нас и бычьи объемы, и медвежьи объемы, они, в принципе, на одном уровне. У нас нет явной какой-то доминации, нет явной какого-то перевеса в ту или иную сторону. Конечно же, это все указывает на некое флетовое настроение в рынке. Но, понимаете, здесь в чем дело? Здесь внизу находится крупный покупатель. Если мы сможем его все-таки поглотить, мы можем свалиться ниже, до уровня 14.45 и ниже. Но до него нужно дойти, его нужно выкупить. В общем, поживем и видим, пока торгуемся в рамках именно флетовой логики. В следующем инструменте, конечно же, евро. Как мы видим, мы пришли с нижних границ, пробили нашу ключевую область, которую мы обозначили еще до того, как. Но эта область, она до сих пор остается в рынке. Ее не стоит убирать, поскольку мы видим, что сейчас рынок ее тестирует с обратной стороны. И это, конечно же, достаточно важное явление для данного инструмента. Также мы видим, что рынок у нас пошел снизу и достаточно резко, волатилен. Ну, конечно же, это были фундаментальные параметры. Он на фундаментальных параметрах пробил данную ключевую область. Даже не дал к ней никакого отката, понимаете. Пошел наверх и застрял где-то вот, собственно говоря, в этих уровнях. Между уровнем 1.10.648 и 1.10.775. Рынок банально в этом, собственно говоря, завяз и банально утонул. Несколько раз была попытка быков прорваться вверх. У нас появлялись, с одной стороны, собственно говоря, крупные институциональные покупатели здесь. Мы их видели и по шпилькам, и по объемам здесь они появляются. Вот у нас явное появление достаточно крупного покупателя по данному инструменту. Но мы увидим, что ничего у них не произошло и рынок у нас резко-резко свалился вниз. Что меня здесь смущает на данный момент? Меня смущает именно тот контекст, с которым это падение происходит. Оно происходит очень быстро, волатильно, при этом на огромном повышенном объеме. Безусловно, знаете, рынок иногда, может быть, и пробьет когда-нибудь кому-нибудь монитор, но чаще всего рынок монитор не пробивает, и он уходит в глубокий коррекционный откат. Здесь какую рекомендацию можно, в принципе, дать? Я бы не рекомендовал вам здесь сейчас спешить с покупками, дамы и господа, поскольку мы находимся выше этой ключевой области, и нужно посмотреть, как рынок будет торговаться на следующей неделе. Здесь, кроме всего прочего, есть уровень 1.10648, который мы обозначили ранее. Если рынок начнет не откатывать и завязнет где-то между уровнем 1.10775 и 1.10648, вы увидите повышение, собственно говоря, объемов здесь, появление хвостов. Вы можете смело продать данный инструмент до нашей ключевой области, до уровня 1.10373 и до уровня 1.10201. В принципе, я думаю, что рынок дойдет до этих величин при условии, если у нас появится достаточно такая некая бычья слабость, то есть у нас быки сдадут свои позиции, у нас начнут доминировать медведи. Но, понимаете, в чем дело? Если рынок пойдет выше уровня 1.10775, вполне вероятно, он может завязнуть в этом флете, он будет находиться некоторое время в этом флете. Вот что делать в этой ситуации, не решаю сказать. Надо уже будет делать по факту данный анализ, поскольку если мы завязнем в этом флете, ситуация может поменяться и вот эти вот распределения сил, она тоже может немножко поменяться. Если мы говорим о долгосрочных покупках, долгосрочные покупки возможны, но после вот подобного падения вниз, это первый сценарий до уровня 1.10201, вот если рынок здесь начнет пилить, он может в принципе пойти наверх и вот здесь вот можно будет предпринимать действия для таких важных ключевых покупок, вот именно в долгосрочной позиции. Ну, посмотрим еще также на четырехчасовые графики. Здесь мы видим достаточно такой характерный флет для данного инструмента, который начался еще с ноября месяца и продолжается до сих пор. Подошли к верхней границе данного флета. Ну, вот, собственно говоря, это ключевая область, которую мы обозначили. Для нас она и означает, собственно говоря, середину данного флета. Перейдем к следующему инструменту, это, собственно говоря, у нас, ну, давайте посмотрим канадец, что у нас по канадцу из этого чертова флета. Но если смотрели предыдущие обзоры, я говорю, что ребята, торгуйте пока во флете, пока есть такая возможность. И опять-таки, если здесь вы делали сделки на продажу, вполне могли вы их где-нибудь вот здесь зафиксировать, но это не точно. Знаете, как это обычно бывает, что, скорее всего, здесь зафиксировали и рынок свалился еще ниже. Классика жанра, ну, в общем, классика. По канадцу вышли с этого флета, причем достаточно волатильно. Понятное дело, что, опять-таки, фундаментальные параметры сыграли свое значение. И сейчас начинаем тестировать данный флет с обратной стороны. Достаточно хороший сигнал для того, чтобы совершить здесь продажу. Но нужно иметь в виду, что меня смущает вот это вот серьезное движение вверх на полученном объеме. Безусловно, конечно же, вы можете здесь сделать сделочку на продажу, но поскольку мы имеем такое резкое увеличение, все это свидетельствует о неком настроении участников рынка. И, понятное дело, что рынок не будет очень сильно вот так вот валиться вниз, поскольку здесь явно есть некий бычий перевес в этом всем настроении, в этом всем движении. Поэтому, если вы собираетесь здесь продавать с точки зрения классического технического анализа, то есть продавать от такого флета, от границ этого флета, вы можете продать, но имейте в виду, что, скорее всего, вы будете продавать просто-напросто откат. Поэтому сразу держите руку на пульсе рынка и имейте возможность выйти с позиции, как только рынок пойдет в обратную сторону наверх. Имейте в виду, этот вариант не исключен. Вполне вероятно, что здесь и будет подобный сценарий, что рынок дойдет до нашей ключевой области 1.32.154, начнет здесь флотить и пойдет в обратную сторону наверх. Вот здесь нужно будет крыть позиции. Поэтому не ждите, что рынок пойдет еще ниже, еще ниже, еще ниже. Все дело в том, что мы имеем вот такой импульс. Более того, здесь этот уровень 1.32.154, это как раз-таки середина данного импульса, который, безусловно, имеет значение, имеет, ну, такой вес, можно сказать, в рынке. Поэтому будьте здесь осторожны в рамках, собственно говоря, продажах. Вот железобетонные продажи начнутся, когда мы пробьем уровень 1.31.833. Когда мы его пробьем, в принципе, вы можете продать данный инструмент до уровня 1.31.411 и ниже. Если мы говорим о покупках, покупать я вам сейчас не советую, если только от уровня 1.32.154. Опять-таки, это тот самый сценарий, когда мы сделаем откат, да, пофлетим здесь, пофлетим, и тогда вы можете купить данный инструмент. Либо можете дождаться пробоя уровня 1.32.669, закрепление выше, что рынок протестирует с обратной стороны, и, в принципе, можете прикупить данный инструмент. Но имейте в виду, что рынок может также находиться здесь, собственно говоря, в неком флетовом движении, уйти и, собственно говоря, завязывать опять в этом флете. Приходим к следующему инструменту. Это, конечно же, биткоин. Биткоин торгуется в рамках наших флетовых каналов. Мы обозначили, если помните, на прошлом анализе я обозначил такие локальные уровни, возле которых мы можем брать определенные сигналы. В принципе, остается все то же самое. То есть, можете продавать от уровня 75.98 до уровня 7.000. И рынок торгуется в рамках вот этих вот трех ключевых уровней. Ну вот, вот, вот у нас эти уровни. 75.98, 74.05 и 77.82. То есть, рынок делает вот подобным образом, да? Ну, как-то вот так. И серединный диапазон. Соответственно, уровень 77.405. Следующий момент. Обращаем внимание, что рынок потихонечку все-таки старается пойти наверх. Мы видим, что каждый последующий максимум начинает повышаться. Более того, обращайте здесь внимание, что рынок потихонечку как бы подтягивается к уровню 74.05. И он как бы залипает у этого уровня. И он как бы старается все выше, 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 двигаться выше. Это все указывает на доминацию быков. И это все может указывать на то, что рынок и дальше пройдет наверх. Именно по этой причине. Если мы пробьем уровень 75.97, ждите дальнейшего движения к уровню 78.46 и выше. Поскольку в рынке явно намечается достаточно мощный покупатель по данному инструменту, который, собственно говоря, находился еще где-то вот здесь. И давайте его сразу обозначим. В последствии будем к этому возвращаться. Пока, собственно говоря, этого покупателя не поглотят, мы ниже не пойдем. Поэтому здесь, говорите, ну я просто читал мнение на одном форуме. Говорили, что на этой неделе у нас биткон упадет ниже пяти тысяч. Это как-то смелое, мне кажется, заявление, поскольку здесь есть достаточно мощный покупатель. И такое падение в рамках, получается, двух с половиной тысяч долларов. Ну, по биткоину, конечно, может быть, но как-то прям не особо в это верится. По крайней мере, здесь есть покупатель, которого должны здесь выкупить. Но рынок пока свойственно находиться в таком флетовом, собственно говоря, движении. Посмотрим теперь с вами иену. Иена, что она делает? Это черт знает, что такое. Здесь мне даже нужно время, чтобы немножко проанализировать. Что касается иены. Если помните, я вам говорил про дивергенцию на объемах, которая неплохо отработала. И то, что мы будем иметь движение вниз. Ну, вот это, собственно говоря, движение вниз и произошло. Четко отработали наши уровни. Четко отработал наш сценарий. Практически тик-в-тик. Я аж сам в шоке. Очень редко бывает, что в тик-в-тик все отработало. На данный момент у нас, собственно говоря, мы находимся на нижней границе. И вполне вероятно, что рынок может находиться в некой пиле. На данный момент, если смотреть на объемы, мы видим, что здесь у нас нет явного такого преимущества. У нас как обычные объемы сильны, так и медвежьи объемы сильны. И сейчас происходит столкновение интересов, собственно говоря, на уровне. Вполне вероятно, что мы завязнем, собственно говоря, в этих двух уровнях, вот таких вот зонах. Это зона 108, 871 и 108, 795. Это вот эта вот зона. И вторая зона 108, 414, 108, 329. Это две такие зоны. Вполне вероятно, будем находиться вот в неком таком флэтовом движении. Это, собственно говоря, донышко данного инструмента. Пока мы не сможем пробить область 108, 414. Когда мы ее сможем пробить, в принципе, можем двигаться и дальше. Там у нас находится достаточно много, собственно говоря, стоп-приказов флангистов, которые здесь будут заходить непосредственно от нижней зоны в покупке. И вполне вероятно, мы сможем дойти до уровня 107, 979. Но это при пробое, собственно говоря, данной области. До данного момента торгуемся в рамках этого флэтового коридора, который здесь обозначился. Соответственно, продаем от верхней зоны, покупаем от нижней зоны. Торгуемся в рамках этого флэтового коридора, флэтового канала до той поры, пока рынок не устаканится и пока у нас не будет лидирующей стороны но поживем увидим на следующей неделе уже будет я думаю понятно что у нас в рынке появится а что касается фунта не помню уже говорю что я говорил на прошлый анализ а по моему мы ожидали от уровня 129 666 движения вниз немного собственно говоря прочитались в этом плане все-таки пробили закрепились выше ну в общем классика жанра нас немножечко отстопило но могли бы зайти собственно говоря в покупке по данному инструменту на данный момент рынок ушел у нас достаточно хорошую собственно говоря тренда бычий но на данный момент этот бычий тренд потихонечку сломал потихонечку начинает ломаться на мой взгляд мы сейчас находимся на максимальных величинах и вполне вероятно что она тоже может идти в некое такое флэтовое настроение я думаю что вот это вот обыча ралли которая образовалась на множество их инструментах она потихонечку сейчас ослаблит по рынке должны немного устаканится не бывает так что рынок еще на следующей неделе будет двигаться выше еще он будет двигаться выше но тем не менее эта ситуация не исключена поэтому при пробое уровня 31 682 в принципе можем двигаться дальше следующий крупный уровень которому мы можем двигаться при пробое уровня от 31 682 это 32 383 но все-таки склоняюсь больше к флэтовому движению во первых а здесь у нас появляется достаточно мощные собственно говоря объемы на продажу более того у нас есть достаточно хорошая волатильное движение вниз мы имеем перевес сейчас сторону а медведей и в то же самое время мы имеем на такую картину что рынок у нас задрали более того мы видим что на этом собственно говоря движение вверх у нас потихонечку стали снижаться обычаи объемы и они снижали снижали снижались вот следующая попытка двигаться наверху быков но она не реализуется у нас она наоборот реализуется в обратную сторону здесь у нас появляется медвежьи объемы достаточно сильный это конечно же указывает на то что в рынке у нас Вот такой перевес в сторону падения Не в сторону дальнейшего движения, а в сторону падения Поэтому при пробое уровня 1.3943 В принципе, можем смело продать до уровня 1.30000 Это такой ключевой уровень по данному инструменту Он круглый, все круглые уровни, они достаточно значимы Плюс это примерно где-то середина вот этого, собственно говоря, бычьего движения Вполне можем до туда дойти Но все это будет тогда, когда мы пробьем уровень 1.3943 На данный момент торгуемся в рамках флэтового канала Что касается SP500 SP500, несмотря на серьезное такое падение практически до уровня 3000 Ничего страшного такого не произошло Ну классика, в общем, жанр Сейчас немножко попугали инвесторов и закупились, собственно говоря, на минимальных точках В принципе, чего я вам желаю Закупайтесь, в принципе, данным инструментом Потихонечку, полигонечку Главное, чтобы у вас моржа выдерживала То есть я не вижу данного инструмента внизу Есть финансовый пузырь, есть фундаментальные факторы, которые толкают этот индекс наверх Понятное дело, что когда-нибудь он рухнет Но когда это будет, пока еще неизвестно Но предпосылок пока нет Конечно, он может уйти сейчас в рамках некой пилы Между уровнем 1 на 3151 и уровнем где-то 3103 То есть вот такими Такой уйти в такую глобальную-глобальную пилу Но на данный момент мы все-таки имеем перевес в сторону быков Несмотря на это серьезное падение, все-таки мы имеем перевес в сторону быков И все это, конечно же, указывает на бычье настроение Ну, здесь, знаете, тактика точно такая же Ждем небольшого отката и ищем сигналы на покупку по данному инструменту В общем, такой был анализ Давайте я сделаю, собственно говоря Ответы на обзоры, на ваши комментарии, которые вы оставляли Давно не было с вас Я сам лично биткоином не торгую Не вижу его чисто как спекультивный инструмент Только как инвестицию Николай, знаете, достаточно смелое заявление Поскольку биткоин рассматривает как инвестицию Дело в том, что инвестиции В инвестициях выбирают наиболее маловолатильные инструменты Почему? Потому что, знаете, когда у вас инвестиция падает за сутки на 10% Это не очень-то хорошая инвестиция, согласитесь Биткоин, он интересен именно как спекулятивный какой-то инструмент На мой взгляд Как инвестиция, если рассматривать эту инвестицию на 10-20-30 лет Но понимаете, в чем дело? Криптоиндустрия слишком молодой рынок Слишком все, слишком вот только-только все это зарождается Поэтому ни один инвестор не может сказать, что ему ждать от, собственно говоря, биткоина, от криптовалюты в ближайшем будущем Поэтому как-то так Ну, в принципе, если у вас есть 7000 долларов для таких вот рискованных инвестиций, почему нет? Я лайкнул, но то, что фундаментальные параметры подтягиваются под покупателя, продавца, на мой взгляд, полнейшая ерунда Есть инсайд, это да И маркет, в отличие от нас, кухонных или мелочи на рынке, более осведомлены в предстоящем фоне В принципе, Вадим, знаете, я в какой-то мере даже с вами согласен Поскольку, понимаете, в чем дело? Здесь такой момент, вот неясно, кто притягивает за уши То ли мы, технари, притягиваем за уши фундаментальные параметры То ли фундаментальщики притягивают за уши технический анализ То есть, тут такой момент неясно Но, знаете, меня всегда не оставляет такое чувство, что Дудь спрашивает постоянно Если бы Путин был перед вами, что бы вы ему сказали? А я вот иногда себя спрашиваю другой вопрос Если бы я был Путиным, я имею очень сильное влияние на рынок Один мой твит, например, если бы я был Трампом, очень сильное влияние имеет на рынок Что, если бы я сделал какую-нибудь позицию по рынку? Или мои товарищи сделали бы позицию по рынку? А я бы потом сделал какое-нибудь событие Специально для этого, чтобы они на этом заработали Почему бы мы не можем допустить это? Ну, во всяком случае, понимаете Урал Калий постоянно палили на инсайде А Лукойл тоже палили на инсайде Множество других компаний постоянно, ну, можно так сказать, палились на всевозможном инсайде Но задайте тебе другой вопрос Кто-нибудь за это ответил? Вот это еще вопрос То есть мы знаем, что они спалились на инсайде Но что кто-то за это ответил, мы не знаем Как всегда, крутой видос, Артем, вышел респект Вы один из наиболее любимых моих финансовых аналитиков, ораторов С радостью смотрю ваш выпуск Ну, по поводу оратора вы, по-моему, загнули Лайк поставил, коммент Так, все, спасибо Круто Пишите, что вам, дамы и господа Пишите, что вам рассказать, что вам непонятно Я, в принципе, могу вам рассказать что-нибудь Касаемо вне, собственно говоря, этих рынков Вне анализа И, на мой взгляд, это было бы интересно В этот раз развернул, так развернул анализ В общем, спасибо большое за то, что оставляете комментарии Пишите, пожалуйста, что вам рассказать Я думаю, нам бы всем это было интересно Удачи, зарабатывайте Как заработаете, не забудьте поделиться